Приветствую вас! Давайте разберём ваш вопрос. Встречалась в 16 лет с женатым. Сейчас жена узнала и хочет, чтобы он прекратил отношения. Не знала, что делать. Он говорит, как приезжал, так и буду. Но я сама не знаю, как мне быть. Я очень его люблю. Ну, смотрите. Во-первых, если мы говорим здесь о любви, то давайте сначала подумаем так. Как вы сейчас, вот именно сейчас, можете свою любовь выражать? И хотите ли вы свою любовь сейчас человеку выражать? То есть, как и хочу. Это первое. Да? И вот, соответственно, постарайтесь увидеть, постарайтесь увидеть этот такой, на мой взгляд, очень важный момент. Что присутствует в вашей любви? Ну, в основе. То есть, в основном, что присутствует в вашей любви. Ну, в чувстве любви. Да? Попробуйте его раскрыть. Дальше. Значит, как вам быть, чтобы что? Да? По общему правилу я бы мог сказать, что если мужчина за 18 лет не развелся со своей женой и встречался с вами в 18 лет, то, скорее всего, от жены своей он уже не уйдет. И, собственно, спросите себя, устраивает ли вас такая история, что мужчина от своей жены не уйдет, а вы, соответственно, не сможете с ним быть, скорее всего, в отношениях, которые вам, ну, вот, нужны и которые вам хочется иметь. Например. Да? Вот. И тоже задайте себе этот вопрос. Устраивает ли меня это? То есть, если я, грубо говоря, буду знать о том, наверняка, если я буду знать о том, что мужчина не уйдет от своей жены, да, и будет вот с ней, как бы, значит, продолжать жить. Дальше, смотрите, на что еще важно здесь обратить внимание, это на то, присутствует ли в вашей, или в вашем чувстве любви, так скажем, потребность. То есть, ну, как бы, вот, присутствует ли в вашем чувстве любви какая-то, какая-то потребность. Потому что люди с потребностью часто любовь, к сожалению, путают. И нам необходимо увидеть, что любовь это больше про желание отдавать, не про желание получать. И в этом смысле, если вы нацелены на то, чтобы отдавать, не получать, в этом смысле, ну, ваша, наверное, одна из таких первостепенных целей заключалась в том, что человек был счастлив, а счастливым вы можете его сделать, не обязательно находясь с ним в отношениях. Вот, такой аспект. Ну, и, пожалуй, последнее, да, на что хочется обратить ваше внимание. Традиционно считается, что люди, которые встречаются с несвободными партнерами, обладают низкой самооценкой и страхом серьезных отношений. И, соответственно, если вы что-то такое в себе замечаете, то вам необходимо, на мой взгляд, заняться психотерапией, да, вот, то есть, ну, уделить внимание себе, вот, ну, в большей степени, вероятно, чем вы это делаете сейчас. То есть, начать психотерапию и разобраться с этим. Судя по характеру вашего вопроса, я бы сказал, что вы себе не доверяете. Еще. То есть, есть такая еще проблема. Проблема недоверия себе. Да, то, что вот вы говорите, что не знаете, как вам быть, это вот именно про недоверие себе. Это именно про то, что вы пытаетесь опереться на... Ну, другого человека, да, пытаетесь опереться на него. А... А себе как-то вот не слишком-то доверяете. К сожалению. И если я прав, то это может быть отдельным, отдельным элементом, отдельным аспектом для психотерапии. А, повышение вашего уровня доверия себе. А, развитие внимательности к себе и так далее. То есть, это все, а, корректироваться. Вот. Поэтому, вы можете, в принципе, сейчас оставить все как есть. И просто заняться собой, просто заняться собой, и поисследовать себя, поисследовать свои чувства, да, посмотреть, чего же я хочу, что мне нужно, вот. И, в общем и целом, подумать о том, как бы вы могли это все реализовать, вот. Я думаю, так можно ответить на ваш текст, я думаю, так можно как-то вот такую обратную связь можно дать вам на ваш запрос, вот. А дальше вы уже, в принципе, можете смотреть сами, вот, вы можете смотреть сами, чего вы хотите, как вы хотите, вот, и так далее. То есть, я думаю, что, я думаю, что наверняка вам не скажет никто, как обстоят дела, вот. И наверняка вам не скажет никто, как будет, ну, как будут развиваться события в дальнейшем. Но, вот, поисследовать себя, да, изучить себя, сделать себя, свою, ну, свою психику, например, да, более для вас понятной. Вот. Вполне возможно. Если вы, конечно, этого хотите. Вот. Ну что же, на этом, я думаю, можно мой ответ, в принципе, закончить. Я надеюсь, что вам это было полезно, надеюсь, что вам это было интересно. Обращайтесь за помощью, если вы, ну, если вы соберетесь, если вы, ну, как-то вот решите, да, решите заняться собой. Ну, если вы, ну, если вы хотели, ну, заняться психотерапией, вот, обращайтесь. Я думаю, что вам можно будет помощь оказать. И я думаю, что разобраться в себе вам можно будет. Я не думаю, что в этом смысле ваша ситуация представляет из себя что-то очень сложное. Конечно, возможно, вы будете пытаться, несмотря на то, что вас что-то не устраивает, вы все равно будете пытаться, скорее всего, в этих отношениях остаться, несмотря на то, что вам не нравится что-то, все равно, на мой взгляд, вы будете стараться в отношениях находиться, все равно вы будете пытаться в какой-то степени в них остаться. Вот. И тоже вот важно, да, постараться увидеть, что вас, ну, удерживает, что вас удерживает в этих отношениях. Вот. И настолько вы свободны в них. Вот. Всего вам самого доброго, удачи, обращайтесь за помощью.